Вы знаете, сколько лет живу, вот никак не могу привыкнуть к одной вещи, к одному такому состоянию, когда на пути у тебя встречаются вдруг люди, они есть всегда, просто ты не всегда с ними пересекаешься. Но у нас у всех есть определенные нужды, вопросы, какие-то переживания, и ты молишься Богу искренне, серьезные бывают у нас переживания по жизни, разные этапы. Но когда ты вдруг встречаешь человека, у которого проблемы такие, которые тебе не то что не снились, о которых ты вообще не задумывался, то есть у тебя в этих вопросах у тебя нет проблем. Ну, допустим, жилье, да, у нас есть жилье, а есть люди, у которых вот прям сегодня ему не утяжите, и он молится к Богу, и я молюсь к Богу, и вот наша молитва идет к одному престолу, и они как бы разные молитвы. Кто-то молится, Господи, помоги мне, ну я просто к примеру, то есть я к чему не могу привыкнуть, к контрасту, вот этому контрасту. Кто-то молится и сидит, Господи, спаси меня, чтобы только не убил у меня какого-нибудь снаряда от бомбы, от пули шальной. Ну это реально с нашего дня. Кто-то сидит и молится там, не знаю, в земле, бежит, убегает, и молится, Господи, помоги, спаси меня, выведи меня отсюда. В это время кто-то молится, Господь, благослови меня в отпуске, отдохнуть хорошо, ну понимаете, да, какой контраст. И вот у меня как-то в голове вот эта вот слабость совмещается. Я, конечно, молюсь, когда куда-то еду, вчера я ездил в Москву, молюсь, Господь, благослови, благослови путь, благослови сделать все дела, которые нам нужны, ну такие вот житейские дела. И понимаю, что в это же время кто-то молится со слезами, с мольбой, с отчаянием, Боже, спаси, помоги, сохрани, и мы живем вот в этой вот духовной такой реальности. И как это понять, вот человеческим умом это сложно ухватить, сложно. И хочется понять от Бога именно в истине, да, в истине. Я понимаю, что без откровения мы вообще не можем понять Бога. Помните, как написано? Кто говорит, что он знает что-нибудь, тот еще ничего не знает так, как должно знать. То есть ты реально знаешь что-нибудь, но ты знаешь не так, как должно знать. Ты можешь сыпать знаниями, но эти знания могут быть совершенно не те, которые в истине, как видит это Бог. Ты можешь видеть и говорить, ой, я знаю, но ты можешь видеть не так, как видит это Бог. Я к чему это говорю, друзья? Многие вещи, которые мы провозглашаем здесь, вот я я сейчас буду что-то говорить, я понимаю, что если нет откровения, моему сердцу, прежде всего, откровения нету, то, что я буду говорить, это могут быть просто знания, просто теория, просто выученные какие-то вот, ну просто способность говорить, что ли, да, просто от многолетнего хождения в церковь, от чтения, от слышания, ты просто нахватался умных предложений, вставляешь какие-то фразы, библейские места цитируешь, то есть это просто такая вот наученность говорить, откровение, когда от Бога, и когда человек говорит в истине, в духе, да, оно по-другому, когда оно проходит через сердце, когда Бог тебе лично открывается, когда ты в поиске, когда ты Бога, когда Бог открывается тебе в процессе, в моменте твоей жизни, через то, через что ты проходишь, и нам нужно это откровение, друзья, чтобы понимать мир, в котором мы живем, чтобы понимать обстоятельства, в которых находится твоя личная душа, чтобы понимать, о чем Бог говорит с тобой, потому что если нет живого общения, если нет вот этого вот водительства от духа, если нет этого откровения от Бога, то ты запутываешься в своей жизни, все твои знания ты день за днем понимаешь, что ничего не работает, твой багаж знаний, он тебе не помогает, он не срабатывает, потому что мы спасаемся каждый день, и мы спасаемся только истиной, живой, настоящей истиной. Первое мое смущение, о чем я начал говорить, я понимаю, что есть вещи, превосходящие наш разум, молится ребенок маленький, молится взрослый человек, благодарим за жизнь, которая появилась, и плачем о том, что кто-то ушел, и тоже молимся, это на самом деле, это жизнь такая вот, она такая не односложная, что ли, не в каком-то одном формате эта жизнь, и Христос говорит, что Он посылает дождь на праведных и неправедных, Он повелевает Солнце своему, святить добрым и злым, но Божья любовь всех объемляет, Он принимает нас всех, Он принимает всякие молитвы, которые идут от сердца, сердце, которое ищет Иисуса Христа, про наслаждение, наслаждение это грех или нет? Нет, это не грех, правильное наслаждение, потому что в книге Кельсиас написано, кто может наслаждаться без него, да? Бог дает нам наслаждение в этой жизни, но не в том смысле, как у нас срабатывает, у нас слово наслаждение, оно всегда составляется с чем-то греховным, ну потому что мы во грехе привыкли понимать слово наслаждение, что-то такое нехорошее, греховное, наслаждение плотское, но наслаждение во Христе Иисусе, наслаждение хождение с Богом, наслаждение быть в присутствии Бога, наслаждение, когда в твоей жизни нет тьмы, это тоже наслаждение, когда ты можешь отдыхать со Христом, во Христе, везде быть с Нем, это наслаждение. Поэтому написано, обновляйтесь духом ума, да? Духом ума, чтобы мыслить по-божьему. Многие вещи мы в своем сознании блокируем, потому что по старой нашей памяти, по старой нашей тяге некоторые даже слова нами не воспринимаются, одно из них это слово наслаждение, оно не воспринимается нами, потому что у нас ассоциация с этим словом плохая, потому что мы испорчены, наше сознание оно испорчено грехом, и многие истины так тяжело входят в нас, потому что у нас ассоциации другие. Сегодня мне мой ребенок подходит, а у меня есть машина, он ему говорит буквы Р, он говорит, у меня есть машина дуя, я понимаю, что он говорит слово дура, у меня есть машина дура, и мы с Саней переглянулись так, а он стал объяснять, что это за машина дуя, это которая дует ветром, ходит, вот и дует ветром. Она такая, представляешь, как у нас сознание испорчено, о чем мы и сразу подумали? Машина дура, так слышится, а у него нет этого в сознании, понимаете? Он еще как будто слов таких не знает, еще грех не прошел через его сознание, через его душу. И, друзья, я когда думаю об этом, думаю, Боже Иисус, если ты, вот что такое преображение во Христе, да, что такое освобождение твоего разума, освобождение твоих чувств, освобождение твоих глаз, освобождение твоей души, чтобы ты, как сегодня уже было слышно, ты смотришь по-другому, у тебя даже мысли не приходят больше, дурацкие. Ты когда что-то слышишь, ты воспринимаешь в свете, а не во тьме, как ты все время привык это воспринимать. Когда ты смотришь на человека, ты не ищешь в нем какой-то изъян, какой-то негатив, подозрение, так, а что он имеет в виду, так, а что же… То есть ты оцениваешь его по прошлому, как бы ты раньше оценивал, да. Ты всегда ищешь какой-то подвох, ты всегда ищешь какое-то предательство, ты на страже, чтобы тебя не кинули, чтобы тебя не обманули, и ты ходишь с этим, и ты так человека воспринимаешь. Но во Христе не так. Во Христе нет этой тьмы. Да, мудры, как змеи написано, мудры, но без тьмы. И как нам нужно, друзья, вот это вот обновление, потому что я замечаю, что люди веруют в Бога, но процесс обновления в них настолько медленно, а в ком-то вообще не идет. Вот как заблокировано сознание греховным восприятием всего, людей, жизни, как оно было настроено на определенный формат жизни, так оно и есть. не освобождается человек. В послании к Ефесянам 2 главе 10 стих Павел пишет 1 стих. Ибо мы Его творения созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Друзья, делает ли Бог что-то несовершенным? Исходя из этого стиха, мы Его творения. Когда Бог сотворил мир, когда Он, Сам Бог, посмотрел на этот мир и Он сказал, то есть вот творение от начальных пылинок Вселенной до человека. И когда Бог на все это посмотрел, Он сказал, весьма хорошо. Все было совершенное, друзья. Все, что творит Бог, в этом нет недостатка. Творение, которое сотворил Бог тогда, до греха падения, но я говорю, что мы не знаем, что это такое. Мы даже представить не можем. Один брат, когда я уж как-то делился, был вопрос такой, что бы ты пожелал, попросил бы у Бога, какое твое желание? И Он говорит, я попросил бы у Бога, пока я здесь на земле, Господи, дай мне хотя бы один день прожить, вот на земле прожить без осознания греха. Он говорит, я ловлю себя, я чувствую, что я настолько блокирован, что в грехе родила меня мать моя. Я не знаю, что такое состояние вне греха. Я каждый день в борьбе с самим собою. Эта война происходит внутри меня, как Павел пишет, что они друг другу противятся, дух и плоть. Ты постоянно в выборе находишься, ты в этом сражении. Я говорю, я хочу один день почувствовать, что значит вне греха быть, без греха. И я вот думал над этим его таким желанием, а действительно, а что это значит? Мы не знаем этого состояния. Мы не знаем, что такое совершенный мир, который не разлагается, не разваливается, не стареет, не гниет. Потому что вот пришла осень, мы понимаем, что Господи, вот эти листочки опадают, вот они гниют. Но Бог все равно служит к славе Божьей. Но раньше вот этого не было. Дерево двенадцать раз, приносящее плоды, мы читаем в вечности будет в Откровении, да? То есть оно никогда не стареет, это дерево. Оно всегда плодоносит. Не будет вот этого старения, ветшания, увядания. Ничего это не будет. Но мы никогда не видели этот мир. Нам даже сравнить его нечем. Потому что все, что нас окружает, стареет, ветшает, умирает, болеет. Как представить, что такое совершенный мир? И когда мы говорим, когда Павел пишет, ибо мы Его творение. Он создал нас во Христе Иисусе. И если мы отталкиваемся о том, что Бог, если Он что-то творит, Он не творит на пятьдесят процентов. Ну что с тобой поделать? Ты такой трудноизменяемый. Ну ладно, вот с тобой, вот знаешь, вот с тобой, брат и сестра, не могу я справиться. Я сейчас утрирую, как бы я фантазирую. Может ли быть такое, чтобы Бог, если Он что-то делает, Он сделал это даже на девяносто девять процентов? Если Он что-то делает, Он делает на сто процентов. Потому что Он совершенный. И то, что творит Он, это всегда совершенно. Так вот, исходя из этого, ибо мы Его творение созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. И вы знаете, это не та жизнь, к которой мы привыкли. Мы привыкли мыслить, что мы делаем добрые дела в определенном моменте. Ну вот человек, которому надо помочь, я ему помогу. Это доброе дело? Доброе. Вот надо кому-то милость, милостыню там дать. Доброе? Доброе. Вот надо помочь что-то в церкви. Доброе дело? Доброе. Вот надо что-то еще. И у нас жизнь на добрые дела, она так фрагментарна. Вот надо что-то сделать, я сделаю. Друзья, речь не об этом здесь и идет. Речь не идет о том, что мы будем фрагментарно жить. Что когда надо сделать доброе, я его сделаю. А может и не сделаю, как у брата Николая говорит. А вот я взял и зажал, да? Это было сделать доброе дело, а я зажал. Это не вопрос только денег касается. Это вопрос времени, вопрос откликнуться, помочь действительно. Не закрыть глаза, когда у тебя просят. Не сделать вид, что ты не слышал о нужде там, да? Не в этом вопрос. Он создал нас, наше назначение. Назначение вот этого творения, которое Бог сотворил во Христе Иисусе. Его назначение – жить в этом добре. Жить в этом постоянном делании добра. Это добро не то, что я делаю руками, не то, что я делаю деньгами своими, не то, что я делаю временем. Это суть моя, понимаете, да? Я соткан, можно сказать, из добра теперь. Это состояние моего ума, оно доброе. Состояние моего сердца, оно доброе. Состояние моих чувств, оно доброе. Я создан во Христе Иисусе на добрые дела. Это не что-то разовое, что я могу сделать, скрипя зубы. Или там, ну просто от расположения сердца. У меня сейчас есть расположение сердца, я сделаю. А завтра у меня нет расположения сердца, я даже и трубку не возьму. Извините, у меня нет расположения сердца. Сегодня я не для добрых дел. Извините. Мне, если ты Его творение, а Он создал нас во Христе Иисусе, то ты являешься вот этим ходячим добром. Это состояние твое. Ты добрый изнутри. Помните, как Иаков пишет? Задает вопрос. Говорит, братья посланьяков. Сами, говорит, рассудите. Течет ли из одного источника сладкая и горькая вода? Ну, в природе есть ли такое? Вот кто-то из нас набирает воду на родниках. Ну, мы едем туда с бутылками, с баклажками. Мы знаем, что там вода. Вот мы набираем ее. И мы знаем, что там не бывает такого, что ты приехал, а там какая-то горечь льется. Он говорит, ну, не бывает такого. Или вода хорошая, или она нехорошая. Не бывает, что с одного ручья, вот он, знаете, разделился так, и вот с одного источника он вдруг разделяется. И вот тут вот сладкая потекла, пригодная, а вот тут вот горькая потекла. Он говорит, ну, не бывает так, братья. Не бывает так. А он говорит, не может быть, чтобы ты, созданный во Христе Иисусе, одного человека проклинал. И тут же повернувшись к другому, ой, ой, привет, дорогой, привет, и пошел его обнимать. Он говорит, да не бывает так, чтобы ты одному человеку завидовал или судил его прямо здесь, тут же, ну, про себя. Я сейчас не говорю, чтобы ты словесно. Про себя, это источник. И тут же повернувшись к другому, от которого тебе что-то нужно, допустим, да. И ты такой расположенный весь. И даже и благословишь его. Пусть тебя Бог благословит. И помолишься за него. Ты только что осуждал кого-то. И даже проклинал, может быть. Он говорит, братья, такого не бывает в природе. Почему же это бывает у нас? Бывает вот такое у нас? Да, конечно, бывает. Спрашивается, Яков, ты о чем? Посмотри на реальность жизни. Яков, бывает такое, что с одного источника, с одних мыслей и туда льется, и сюда льется. И сладкое, и горькое. А Яков говорит, не бывает такого. Ты бывает или не бывает? Вот вопрос. Не должно. Если думать серьезно, друзья, если серьезно рассуждать. Знаете, как Павел говорит, давайте оставим младенчество. Давайте оставим младенчество. Он говорит, ты не можешь быть то светом, то тьмой. Ты или свет, или тьма. Определись, кто ты. Вот ты определись для себя, кто ты. Ты или свет, или тьма. Или ты горечь, или ты сладость. Или ты зло, или ты добро. Или ты ненависть, или ты любовь. Кто ты. Ты или во Христе, или ты без Христа. Ты или живой, или мертвый. Вот понимаете, у Господа нет серой зоны. У Него или так, или так. Да будет слово ваше да-да, или нет-нет. А может быть, ну давай пофилософствуем. А, ну это как посмотреть, вот нет у Бога такого. Понимаете? Мы Его творение созданы во Христе Иисусе. Мы Его творение созданы во Христе Иисусе. Но мы смиряемся, друзья. Мы смиряемся вот с этой колеей, в которую мы попадаем, что может быть и так, и так. И мы знаем свою душу, мы знаем свой характер. Что я здесь на собрании пою. Я такой вот, весь такой расположенный. Я молюсь, я радуюсь, искренне это делаю. Не притворяюсь, не лукавлю. Действительно скажу, друзья, люблю всех. Сегодня же я могу разозлиться. Сегодня же я могу прийти в состояние какого-то даже уныния, какой-то тоски, печали, отчаяния. Все что угодно может быть сегодня. И мы смиряемся, что о, ничего себе. Проповедник хорошо говорил, что так не может быть. Но жизнь говорит о другом. Что она уверена, каждый день вынушает мне реальность. Говорит, что это невозможно. Что был только один источник. Это невозможно. Весь вопрос в том, во что ты поверишь. Все поверь, друзья. Во что ты веришь. Чего жаждет твоя душа? Вот в этом вопрос. И возрожденный дух человека, если ты действительно возрожденный человек. И дух твой возрожден Богом. Ты родился свыше. То есть этот момент, когда ты видишь в своей жизни вот эту неразбериху. Когда ты не можешь уже понять сам себя. Ты вроде бы искренний. Ты вроде бы не хочешь. Помните, Павел пишет. У меня есть желание добра. Я хочу быть одним источником. Я хочу быть добрым. Я хочу любить людей. Я хочу больше не завидовать. Без предвзятости к людям относиться. Я хочу дарить им какую-то теплоту, улыбку. Я хочу. Это мое искреннее желание от моего возрожденного духа. Но моя старая природа берет еще верх надо мной. Желание добра есть во мне. И когда приходит момент сделать это добро. Момент приходит. Я почему-то делаю по-другому. Там, где нужно было благословить и протерпеть. Я вспыляюсь. Я начинаю кричать, орать. Или раздражаться. Или там, где нужно радоваться и сказать, Боже, слава, тебе спасибо за все. Ко мне приходит отчаяние. Дух уныния мною выдевает. Я начинаю падать. Я теряю, впадаю в робот. Хотя вроде бы два часа назад говорил, Господь, вся моя жизнь Твоя. Как меня поведешь? Боже, верю Тебе. Доверяюсь Тебе. И вот она ситуация. И ты уже в унынии. И вера куда-то подевалась. Но возрожденный Дух человека, он начинает томиться от этого состояния. Он начинает искать. Он начинает задавать правильные вопросы этот человек. Если он, конечно, не смирился с этим состоянием. Если он не сказал, да что, я главное верю. Все мы несовершенные. Кто из нас без греха? Если он не принял вот эту вот идею. Само такого оправдания. Да кто из нас без греха? Все мы много согрешаем. И он просто смирился, что у него вот это кувыркание идет. То он добрый, то он злой, то он добрый, то он злой, то он черный, то он белый, то он любовь, то он ненависть. Вот он кувыркается туда-сюда. И он к этому привык. Может такое быть. А если не привык, то человек начинает задавать вопросы. Господь, его томление настолько возрастает, его внутренний вот этот вот раздрайв, его настолько начинает угнетать и томить, и он начинает задавать вопрос. Господи, а в чем вообще искупление? В чем искупление-то, Господь? Неужели ты искупил меня для того, чтобы я был то черным, то белым? Неужели ты искупил меня, чтобы я одного благословлял, а другого проклинал? Неужели ты искупил меня для того, чтобы я радовался и славил тебя, когда приходят ситуации, я просто пучину отчаяния, в уныние, в ропот падал? Неужели в этом искупление, Господь? В чем торжество тогда? Торжество Духа над плоти. В чем сила искупления меня от грехов, когда меня не окружает обстоятельство, возбуждающее мое плоти? Я, кажется, такой сильный, я герой, я грехи побеждаю, а когда приходит ситуация затрагивающая струны души моей, то, в чем я был рабом, моей старой похоти, может быть, все начинает срабатывать, я воспаляюсь там сознанием, чувствами, и оказывается, я совсем и не свободен еще. В чем искупление-то, Господь? И есть ли это сила крови? Человек начинает задавать эти вопросы. В чем победа, Иисус? Что совершилось? Ты сказал, совершилось. Что совершилось? Я столько лет слышу это слово, совершилось. Но человек, кто томится, кто устал, он просит Бога. Бог, открой мне, я хочу понять, что совершилось. О чем ты сказал, Иисус, что совершилось на кресте? Для меня лично, что это значит? И Бог такого человека, искреннего, ищущего, уставшего, Он начинает с ним говорить. Бог ему обязательно откроется. И Бог начинает открывать ему величайшее чудо, которое произошло во Христе Иисусе. Если бы я спросил у вас, друзья, какое самое большое чудо, совершенное Христом, когда Он ходил на земле? Вот если мы вспомним Его чудеса. Ну, Он, кто-то скажет, это воскресение Лазаря. Он вообще воскресил Лазаря. Кто-то скажет, это то, что Он даровал зрение человеку слепому от рождения. Вот это чудо. Это чудо? Это чудо. Вы знаете, что в этом моменте исцеления слепорожденного произошло не просто открытие его глаз, что он стал видеть предметы, а произошло более глубокое чудо. Человек, который никогда не видел предметы, никогда не видел вообще ничего, у него в сознании не сформированы образы. Понимаете? В его разуме не сформированы образы. Круглый, квадратный, длинный, светлый, голубой. У него нет. Христос, когда открыл ему глаза, он сразу в сознание его вложил все. То, что должно было формироваться с детства у него. То есть Христос в сознании его все восстановил. Моментально. Это величайшее чудо, друзья. Когда он изгоняет бесов, когда он по воде ходит. Мы скажем, да все чудо является. Но сейчас вам скажу одно место в Писании, которое, знаете, оно немножко не то что развенчивает, оно говорит, что Христос не делал акцент на чудеса. Смотрите, он исцеляет слепорожденного человека. Или человек, который имел сухую руку, помните, да? Исцеляет его Господь. А потом Христос говорит, если твой глаз соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. И если рука твоя соблазняет тебя, отсеки ее. Лучше тебе инвалидам, не исцеленным, без глаза и без руки и без ноги войти в Царствие Божие. Какой парадокс. Мы все хотим исцеления. Люди хотят исцеления. Чтобы зрение, чтобы руки, чтобы ноги, чтобы все тело было здоровое. И Христос это может сделать. Он это делал. Но и Он же говорит. Знаешь, иногда лучше калекой остаться. Ну поймите правильно, друзья, поймите правильно. Он говорит, если глаз соблазняет, вырви его. Подожди, Господь, ты пришел исцелить глаза. Он говорит, если этот глаз тебя соблазняет, лучше остаться без него. И вот брат наш, Александр Чакуров, все знаете его, да? С Волгоградом. Когда он потерял зрение, и в личной беседе, когда его спрашивали, хочешь ли ты, чтобы Господь восстановил. Вы знаете, что он сказал? Я не знаю, на какой час он в позиции стоит, но лет десять назад он стоял на такой позиции. Наверное, нет. Наверное, я не хочу уже, чтобы Господь мне вернул зрение. Потому что я знаю, что он знает свою натуру. Он знает то, как он жил со зрением. Он знает, куда его тянет, на что слабы его глаза. Он говорит, наверное, не хочу. Потому что я знаю, что эти глаза могут послужить мне соблазням. Понимаете, что является настоящим чудом? Что для нас сегодня является настоящим, вот таким вот, повторюсь, чудом от Бога? В чем ты видишь чудо от Бога? И в свете тех рассуждений мы его творения созданы во Христе Иисусе на добрые дела. Послание к Колоссянам я прочитаю одно место. об этом чуде, которое Бог сотворил. Первая глава, послание к Колоссянам, двенадцатый, тринадцатый стих. «Благодарю Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего». При бегом прочтении можно сказать, ну что здесь обычного? В чем тут чудо? Давайте вернемся к душе человека, к духу человека, который устал, который изнемог, который томится от этого постоянного кувыркания. То он добрый, то он злой, то он сладкий, то он горький. Господи, в чем свобода? В чем победа? В чем торжество? В чем искупление? Господь, в чем воскресение? Написано, что ты воскресил нас с собой. В чем это все, Господь, когда моя жизнь говорит об обратном, я как будто не могу справиться? В чем? В чем это величайшее чудо, Господь? Если ты даже про глаза говоришь, что лучше без глаз, без руки, без ноги, не физическое состояние мое исцеление. Потом Христос говорит, что какая польза приобрести весь мир, а душу свою не спасти. В чем это величайшее чудо, явленное нам во Христе Иисусе? Он избавил нас от власти тьмы, 13 стих, и ввел в Царство возлюбленного Сына Своего. Человек, который устал от этой власти тьмы, как я вначале говорил, нам даже сложно представить себе, что это за состояние, когда тьма не властвует над тобой. Когда раздражение тобой не господствует над тобой. Когда похоти не владеют тобой. Когда злое настроение, подавленное настроение не владеет тобой. Нам это так сложно представить. Мы никогда в этом не жили. Это тьма. Но здесь написано, что Он избавил нас от власти тьмы. И ввел, не когда-то введет, как сегодня Виктор говорил, что он понял, что это местописание. Не видел того глаз, не слышал уха, не приходил на сердце человека, что приготовил Бог любящим его. Я согласен с ним, что это не только речь о вечности идет. Что когда-то мы увидим, что Бог для нас приготовил. Это речь идет о настоящей жизни. Что Бог приготовил для нас во Христе Иисусе. Мы даже себе представить не могли, что так можно жить по-другому. Что можно не быть злым. Что можно не быть гордым. Что можно не быть зависимым. Что можно быть свободным от тьмы. От самого себя. От своего характера. Мы даже представить себе это не можем. Мы живем, знаете, руководство из горбатого могилы исправит. Мы живем, к сожалению, в этих старых стереотипах. Что рожденный ползает, летать не может. Если ты рожден кривым, косым, глухим, духовно. Если ты рожден вот с такими наклонностями. То что с тобой поделаешь, только после смерти ты станешь совершенным. Ну, изменишься, освободишься. Мы живем в этих стереотипах. А в чем тогда чудо Божие? А в чем оно? А здесь и написано, что Он избавил нас от власти тьмы. И ввел сегодня, сейчас. Он ввел нас в царство возлюбленного Сына Своего. И когда апостол Павел восклицает, о бедный я человек. Он дошел до такого томления. До такого состояния внутреннего борьбы. Внутреннего вот этого вот несоответствия. И он восклицает, он кричит, о бедный я человек. Кто избавит меня? И ответ его звучит там же. Благодарение Богу, даровавшего мне победу Господу нашим Иисусом Христом. Христос пришел избавить тебя от этого состояния, раздрайва, несоответствия. Когда хочешь делать доброе, а делаешь злое. Когда хочешь быть добрым, милостивым, радостным, а все наоборот. Христос пришел избавить тебя, чтобы сделать тебя одним человеком, созданным во Христе Иисусе на добрые дела. Чтобы, как написано, вы были некогда тьма. Помните, да? Вы были некогда тьма. А теперь? А кто вы теперь? А теперь вы свет в Господе. И это не просто какое-то выражение такое фигуральное, абстрактное, непонятное, картинное. Это состояние, друзья. Когда мы, если нам поразмышлять просто вкратце. Что же такое царство Сына? О котором Павел пишет, что Он ввел нас в это царство. Что же это за царство? Две характеристики этого царства. Послание Откровения. Немножко расшифровку дам. Что же за это царство возлюбленного Сына Своего? Какие законы там? Что за состояние этого царства? Книга Откровения, 21 глава, 3-4 стих. И услышал я громкий голос с неба, говорящий. Вот скинь Бога с человеками, и Он будет обитать с ними. Они будут Его народом. И внимательно послушайте дальше. И сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу сочей их. И смерти не будет уже. Ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет. Ибо прежнее прошло. Смерти не будет. Плача, вопля, болезни не будет. Прежнее прошло. Это состояние, это царство Сына. И из 22 главы, 3-5 стих. И ничего не будет, и ничего уже не будет проклятого. В этом царстве Сына нет ничего проклятого. Никакой тьмы там нет. Ничего, в чем мы привыкли жить, и в чем себя осознавать, и видеть каждый день в себе. Ничего этого нет в царстве Сына. Там царит свет. Там нет ни плача, ни вопли, ни болезни, ни страданий, вот этих греховных терзаний, несоответствий. Нет в царстве Сына. Но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы Его будут служить Ему, и узрят лицо Его, и имя Его будет на челах их, и ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освящает их, и будут царствовать во веки веков. То есть там нет никакой тьмы. Даже намека на тьму духовную там нет. А теперь давайте вернемся к этому стиху. Избавил нас от власти тьмы и ввел в царство возлюбленного Сына Своего. И вот теперь вопрос. А ты в царстве, Сын, дорогой друг, ты осознаешь себя в царстве Сына? Царство Божие, помните, как Иисус сказал? Он сказал очень любительные слова. Он сказал, Царство Божие внутри вас есть. А царство Божие это то, что мы прочитали сейчас, книга Откровения. Нет никакой тьмы. Нет никакой плачи, вопля, раздраива, проклятого ничего нет. Что такое проклятое? Это грех. Из-за которого все поломалось. Из-за которого все в душе нашей, все исковеркалось, изуродовалось. Грех все изуродовал. Он все извратил. Это проклятие греховное. Нет ничего в царстве Сына. И Царство Божие, когда Он говорит, Царство Божие внутри вас есть. И ввел в Царство возлюбленного Сына Своего. А еще глубже Христос, когда говорит, Он говорит, прибудьте во Мне, и Я в вас прибуду. А Я в Отце. Мы когда пытаемся вот это вот сопоставить, мы в Нем, Он в Отце. Понимаете? И когда мы читаем, мы созданы во Христе Иисусе, мы Его творение. Друзья, Царство Божие – это состояние внутреннее. Мы почему-то уверовали, что христианин, он просто такой вот, ну как получится. Сегодня радостный, завтра нерадостный. Сегодня добрый, завтра злой. Ну вот такая жизнь, что поделать? Да нет, это неправда. Ищи, прорывайся. Если Дух твой томится, есть другая жизнь во Христе Иисусе. Это не сказка. Это не сказка. Если только ты томишься, если только ты устал от этого несоответствия, взывай к Богу. Величайшее чудо, которое сотворил Иисус, это даже не открытые глаза и не воскресение Лазаря. Величайшее чудо, которое Бог сотворит с нами, с верующими, ибо мы Его творение созданы во Христе Иисусе. Это наше преображение во Христе. Это наше избавление от этой тьмы, которая нас и мучает, и губит, и давит, и терзает нас. Это избавление от тьмы, как и написано. Он избавил нас от власти тьмы и ввел в Царство Возлюбленного Сына Своего. В этом Царстве царит мир. Так и написано, что Царствие Божие не пища и питье, а что? Праведность и мир, и радость во Святом Духе. Это состояние, друзья, Царствие Божие, это состояние твоего ума, твоих чувств, твоих мыслей, твоего сердца, когда нет тьмы. Думаете, это недоступно? Думаете, это сказки? Тогда зачем ты читаешь Библию? Тогда в чем искупление? Тогда в чем сила смерти и сила воскресения Иисуса Христа для тебя лично? Если ты уверовал, что ты не подлежишь изменениям, если ты смирился с тем, что, ну что поделать, я вот такой, да не смиряйся ты с этим, что ты такой. Во Христе Иисусе тебе даровано другое. Только взыщи. И Он даст тебе это. Он дал это уже тебе. Только дьявол хочет заставить тебя поверить, что ты не подлежишь изменению. На пятьдесят процентов достаточно. Ты стал немножко получше. Вопрос не в немножко получше. Вопрос в том, что мы и Его творение, Он нас творит заново, на все сто процентов во Христе Иисусе. Царствие Божие это сила воскрешающая тебя. Это сила, когда наше природное человеческое, наше природное человеческое заменяется сверх естественным Божьим состоянием. Поэтому, когда мы читаем такое место, мы даже песню поем. Она звучит так. Слабый скажет, я силен. Бедный скажет, я богат. Я все время вспоминаю это место, оно для меня удивительное. Что в этом стихе отображается? Отображается мое человеческое. Я по природе по своей слабый. Я по природе по своей естественной природе бедный. Мы по природе чадо гнева. И как меня по природе чадо гнева сделать чадом любви? Чадом добра? Как? Это чудо во Христе Иисусе, которое Бог подарил нам в Сыне. Только надо в это поверить, друзья. Только надо этого захотеть. И Бог это делает во Христе. Слабый скажет, я силен. И вот это вот, я силен, это будет сверхъестественно в тебе. Это не будет твое природное человеческое. Бедный скажет, я богат. Я всю жизнь живу в унынии, такой ропчу, кричу, раздражаюсь. Это мое природное человеческое. А теперь я говорю, я богат добротой, я богат терпением. Я богат снисходительностью. Я богат. Мое ли это? Нет, не мое. Это сверхъестественное, Божье. Это во Христе Иисусе Бог сотворил меня заново. Он избавил меня от власти тьмы и ввел в Царство Сына Своего. И Царство Его поместил внутрь меня. И я живу в Его Царстве. Оно внутри меня. Царство Сына. Когда нет уже ничего проклятого. Двумя словами, это Христос живущий в нас. Я сейчас больше говорю про человека, про личность. Это, конечно, Церковь. Поэтому, друзья мои, ибо мы Его творения созданы во Христе Иисусе на добрые дела. Не фрагментарно что-то мы иногда делаем доброе. Это моя суть теперь. Я Его творение. Я другой. Я новый во Христе Иисусе. Пусть нас Бог вот этим благословит. Не ухватиться, что ли, за эту истину. Перестать верить в свое несовершенство. Перестать верить в свои ошибки. Перестать верить в свои падения. Перестать верить в свой характер. Перестать в Него верить в свое природное и человеческое. Поверить во Христа. И все, что Бог дал тебе в Нем. А в Нем Он дает тебе все сверхъестественное. Жизнь свою Бог тебе дает. В которой нет никакой тьмы. Бог есть сверх. И нет в Нем никакой тьмы. Слава нашему Богу. Аминь. Аминь. Поехали. 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 Продолжение следует...